В Казахстане осуществляется государственная поддержка в области развития возобновленных источников энергии. Предыдущий закон был связан с тем, что тарифы на электроэнергию от возобновленных источников энергии, они определялись в принципе разработчиком проекта, что создавало определенные сложности при согласовании этих проектов и их утверждении. В этом плане, для того, чтобы эти сложности были устранены, для того, чтобы разработчик проекта заранее знал, по какой цене у него будут покупать эту электроэнергию, чтобы ему обеспечить интерес к этому проекту, вводятся изменения в существующий закон о поддержке возобновленных источников энергии, который будет содержать так называемые фиксированные тарифы на покупку этой электроэнергии. Фиксированные тарифы будут определять тот уровень, по которому электроэнергия от проекта возобновленных источников энергии будет покупаться единым расчетным центром, который будет организован при системном операторе. Это в определенной степени снизит бюрократические барьеры и обеспечит прозрачность и комфортабельность инвестора с точки зрения рассмотрения инвест-проектов в области возобновленных источников энергии. И мы надеемся, что это послужит толчком для развития возобновленных источников энергии в Казахстане. Почему альтернативная энергетика, возобновленные источники энергии, стоимость электроэнергии от них выше, чем та стоимость, которая у нас присутствует на рынке? Дело в том, что когда инвестор начинает строить электростанцию, ему необходимо пойти в банк и взять кредит. Значит, этот кредит в течение определенного времени должен быть выплачен банку. Значит, это, как правило, 10 лет. Значит, вот эта вот стоимость денег, так называемая стоимость денег, она ложится на стоимость производства электроэнергии. И, как правило, это две составляющие тарифа, они, в общем-то, одинаковы. Таким образом, после того, как инвестор рассчитается с банком, стоимость электроэнергии, соответственно, будет ниже, потому что необходимы будут только средства для того, чтобы окупить себестоимость производства электроэнергии. Я, к примеру, могу сказать, что стоимость электроэнергии от тех электростанций, ветроэлектростанций, которые уже, значит, прошли период окупаемости, у них стоимость электроэнергии находится на уровне примерно 5 центов. То есть та стоимость, которая сейчас существует у нас на рынке электроэнергии. Продолжение следует...